К нам присоединяется Джейсон Смарт, американский политтехнолог и политолог. Джейсон, приветствуем вас в эфире телеканала Freedom. Здрасте. Джейсон, я прошу прощения, вы где сейчас территориально находитесь? В Вашингтоне. Очень хорошо. Вы знаете, вот по итогам саммита, конечно, превалировали новости о поддержке Украины. Но, как известно, саммит, насколько он был посвящен ситуации, конфликту на Ближнем Востоке, насколько он был, часть саммита была посвящена Украине, насколько одна тема превалировала, или же они шли вот в параллельном ключе? Вот интересно ваше мнение как раз из Вашингтона. Да, очень интересно, как ситуация сейчас, насколько действительно Израиль, это главная новость в Америке, а везде по миру, это главная новость, наверное, из-за того, что эта ситуация не только о Израиле, а ситуация вообще в регионе. И что дальше будет, конечно, это неясно, но ситуация достаточно нестабильная. Но все равно, вы сами думаете, что главный здесь был о том, что, да, еще говорили о Украине, но еще добавили новый вопрос Израил. Но это неплохо, это другой вопрос, я думаю, что большинство бы сказали, что они разные темы, а на самом деле они одинаковые темы. То есть и для Украины главный враг, конечно, это Россия с поддержкой Ирана. В случае Израиля, это главный враг, это Хамас, который работает с Ираном, и еще работает с Россией. Эти вопросы очень связаны друг с другом, но до сих пор я думаю, что большинство людей в Америке, в том числе тех, кто в Вашингтоне, думают, что они разные вопросы. На самом деле они очень похожи на вопросы, а они даже сопоставили, я бы сказал, что они чуть не одинаковые. Джейсон, в свою очередь сейчас также очень важно, и спасибо вам за тот месседж, что сейчас вы говорите топ-новость в США, это Израиль, но Украина не покидает также первых строчек в медиа, потому что, как показывает практика, и Джо Байден в одном из своих обращений сказал, что и Украина, и Израиль это приоритет, потому что сейчас как раз борьба за безопасность и в целом безопасность, которая касается мира. Джейсон, насколько это понимают американские граждане, и те позывы, и те обращения Байдена, которые были как раз адресованы к американскому народу, о важности поддержки как Украины, так и Израиля, потому что в целом не просто так, и Урсула фон дер Ляйен, и Джо Байден также, они проводят параллели между действиями Путина и между действиями Хамаса. Конечно. Я думаю, что его выступление, кстати, Байдена, который был где-то три дня назад, было очень позитивным. То есть реакция в Америке была очень позитивна, потому что действительно он правильно сказал, что это терроризм, что происходит в Украине, что происходит в Израиле, это терроризм. И очень важно заметить, как он заметил, что все террористы работают вместе. То есть это Хамас, это Хезболла, или Иран, или Россия, или Северная Корея, они все работают вместе. И они все хотят то же самое. Они хотят уничтожить демократический мир, они хотят сделать так, чтобы была чуть ли не анархия везде, чтобы они могли действовать, как они хотят. И сейчас, пока есть очень сильная поддержка Украины или Израиля, это будет сложнее для них. И мы можем ожидать, что они будут только атаковать побольше, они будут делать только побольше, чтобы дестабилизировать ситуацию в Европе или в Израиле. Но Байрен правильно сказал, что если мы хотим поддерживать демократию везде по миру, это значит, что нам надо поддерживать и Израиль, и Украину. И сколько денег он предлагал, это огромные цифры, конечно, для Украины, а потом для Израиля, меньше для Израиля, чем для Украины. Но он знает, и он правильно думает, что помощь Украине это не только военная помощь, это еще финансовая помощь, гуманитарная помощь. И наша США готовы помочь с этим. Но это зависит не только на Белого дома, еще зависит, что сделает Конгресс. А пока у нас нет спикеров в Конгрессе, это сложно разбираться, что дальше будет с этим. Джейсон, а вот как раз в этой связи и вопрос, да, такой огромный, как вы сказали, запрос Байдена к Конгрессу о многомиллиардной помощи как Украине, так и Израилю, конечно, это не голословный запрос, это работает над этими суммами аналитики, эксперта и так далее. И вот, а может ли, то есть запрос Байдена к Конгрессу это некая декларация к намерениям. А может ли случиться так? Вот такой, может быть, дурацкий вопрос. А может Конгресс не послушать президента, не выделить эти средства или выделить меньше? Возможно ли это? Конечно. То есть нигде не написано, что президент решает эти вопросы. Это на самом деле зависит от Конгресса. А если Конгресс не хочет голосовать, вообще голосовать об этом, можно сказать Белому дому, что мы не собираемся рассматривать этот закон сейчас, и вообще мы не будем это обсудить. Это легко, может быть. И это рано и возможность. Я бы не сказал, что сейчас все решено. То есть это очень позитивный шаг Байдена. Но пока не ясно, что в Конгрессе. Есть серьезная возможность, что будет новый спикер, который может решить, что уже слишком много. Мы говорили о Украине, слишком много говорили о других проблемах. Я буду инвестировать свое время, говорить, например, о границах. Что происходит здесь, в Америке? У нас слишком много нелегальных иммигрантов, и я буду об этом придумать новые законы. И это может быть его фокус. Но это точно возможно. То есть это неясно, что дальше будет. Есть огромная возможность, что будет еще долгое время переговоры и все остальные между Белым домом и Конгрессом. Из этого нам надо сидеть и подождать чуть-чуть. Сейчас мы являемся свидетелями колоссальной поддержки Украины, объединения и народа Америки, и народа Европейского Союза. Это же касается и лидеров каждой страны. Скажите, пожалуйста, а насколько такое объединение может давить на Путина и менять его стратегию и вектор агрессии по направлению Украины? Я думаю, что американская поддержка, если будет сильно, и это действительно поможет, например, Израил, там уничтожить Хамас и Хезболла, тогда это уже будет огромный плюс для Украины. Почему? Потому что это огромный сторонник России, это Иран. И если Иран уже трает, и уже видит, что он может выиграть против Израиля, тогда это уже значит, что для Путина будет сложнее еще финансировать его программу, насколько он работает с Ираном. Будет сложнее для него получить еще дроны, сложнее будет для него еще воевать, как он воюет сейчас, уже 18 месяцев. Я думаю, что это будут все плюсы. Потому что эти страны, Иран, Россия, они на самом деле очень бедные страны. Это будет сложно для них воевать. Особенно если у Украины будет такая огромная поддержка из Европейского Союза, из США, которые действительно готовы, ну, до сих пор они были готовы помочь Украине. А если это продолжится, я не вижу причину, почему Россия может думать, что есть еще возможно выиграть. Это будет еще ясно, и ясно, что Россия проиграет. В резолюции саммита содержится призыв к Китаю некоторым образом повлиять на Россию с целью остановить войну, ну, и приложить к этому все усилия. Как вам видится сейчас отношения между Соединенными Штатами и Китаем, на самом деле, непростые, но и тем не менее, вот этот призыв к Китаю, это все-таки какая-то надежда. То есть общество американское, европейское, некоторые надежды возлагают на Китай, что он все-таки повлияет на Россию. Видите ли вы в этом какой-то позитив? Есть ли перспектива? Не думаю, что есть. Просто из-за того, что если мы думаем про Китай, Китай всегда слушает свой интерес на первом месте. То есть Китай всегда делает, что лучше для Китая. И в этом случае мы видим, что Россия, свой импорт и экспорт с Китаем, это всего 2% всех импортов и экспортов Китая. 2% – это очень мало. А США с Европой – это больше, чем 50%. Конечно, для Китая это веганнее работать с европейцами, работать с американцами, чем работать с россиянами. И из этого я думаю, что да. В этом случае я думаю, что Китай готов работать с Западом, больше, чем с Россией. И даже, наверное, давать на Россию, на Москве, чтобы они передумали свой план на Украине. Потому что эта война не вегана для Китая. Сейчас это не вегана. Я бы сказал, что американцы, конечно, используют это. Они постоянно в контакте с Пекином. Наши отношения с Китаем гораздо сложнее сейчас, чем 3-4 года назад. Но все равно у нас есть такое отношение. То есть наше дипломатическое отношение не такое сложное. Оно сложное, но не такое сложное, как, например, всей России. Из этого я думаю, что действительно мы можем ожидать даже, что Китай будет интересоваться, помочь Западу побольше с вопросом России. Представительно Китая. Насколько сейчас можно оценивать влияние Российской Федерации на Китай и существует ли оно в целом? Да, я думаю, что Китай, в целом, они интересная ситуация с Россией. Я думаю, что мы должны заметить это. Китай всегда говорит, что они готовы работать с Россией, что есть очень теплые отношения с Россией, что они готовы быть вместе, как дружеские страны, навсегда. Но на самом деле они не готовы. Они готовы помочь России, когда это им вегана. И, например, пригласить их в Пекингу или пригласить Путина туда, это ничего не значит. Китай – это обычный шаг. Они любят показать, что там мы друзья. Но это пусти слово. Это пусти слово. Что он был там или не был там, это визит. Это пусти слово. На самом деле, когда мы говорим о детстве, Китай готовы действительно потратить свои отношения с Западом. Из-за России точно нет. Они не готовы. Они не готовы к Латву. Из-за этого я бы сказал, что Китай будет еще работать с Западом. Даже в данном моменте, если ситуация чуть сложная, они готовы еще работать с Западом в наших интересах, больше, чем в интересах России. На этом саммите Евросоюз и Соединенные Штаты подтвердили желание передать доходы от замороженных активов России в пользу Украины. Насколько вот далеко это расстояние по времени, по возможностям от желания передать до реализации? Я думаю, что это не будет завтра, но я думаю, что это будет в ближайшее время, до конца года. И почему так? Потому что я вижу, что уже есть огромный интерес. Эти деньги там сидят уже давно. Долго они искали какой-то юридический механизм, как они могли это делать легально. И чтобы не было никаких претензий в будущее. А сейчас кажется, что есть серьезные предложения, как это организировать и в Европе, и в США. Это новая идея, это новая стратегия, как организировать это. Это мы можем уже использовать на ближайшее время. И я вижу, что даже в Вашингтоне, я вижу, что уже люди гораздо больше об этом говорят, чем они говорили пару месяцев назад. Это уже полстяновые новости. Сейчас, если говорить, Джейсон, в целом о влиянии международным, как показывает практика, Путин сейчас пытается максимальное количество найти себе партнеров, у кого можно купить оружие, с кем можно объявить братские отношения, в силу того, что цивилизованные европейские страны, европейский союз, компании вышли из российского рынка после полномасштабного вторжения. Какие, по Вашему мнению, Джейсон, сейчас у Российской Федерации реальные партнеры существуют, кроме Белоруссии, кроме Ирана? Кроме их, есть еще, конечно, Северная Корея, есть Куба, есть Николагуа и несколько стран в Африке. Но кроме их нет никого. И на самом деле все эти страны, важно заметить, что они все работают вместе. То есть Иран, как и Венезуэла, как и Россия, как и Куба, они под санксами. То есть это страны, которые не могут работать на международных рынках. Они работают вместе именно из-за того, что они не могут работать с нормальными, парадочными странами. Они только могут работать между собой. И мы знаем, что из этого они тоже работают с другими санксами, ну, можем сказать, организациями под санксами. Например, Хамас, Хезболла. И еще они работают с террористическими организациями в Южной Америке и в Африке, и в других местах. Они все работают вместе из-за того, что цивилизированный мир не готов работать с ними. Эти страны, которые, скажем, на черном списке. Никто не хочет работать с ними, никто не хочет заниматься любым проектом с ними. Видно, что они уже далеко из света. Джейсон, вы сейчас говорили конкретно о странах, но есть еще отдельные персонажи, скажем так, которые про путинского настроения. На этом саммите ЕС и США подтвердили евроинтеграцию, евро надежды, скажем так, Грузии, в которой на сегодняшний момент достаточно сильное лобби Путина, пророссийское, скажем так. Каким образом Евросоюз и Соединенные Штаты могут повлиять на подобных персонажей, типа Орбана или тех же пророссийских сил в Грузии, чтобы уменьшить их влияние в своих странах? Это интересный вопрос, потому что, я думаю, что особенно для Грузии, они закрыли много дверей. Они закрыли много дверей, насколько запах раньше, были очень теплые начинания с Грузией, очень хотели работать с Грузией. А сейчас эта страна показала себя как нелегативный друг, страна, которая будет уже сложнее работать с ними. В случае венгарии при Орбане, это еще сложнее, из-за того, что это уже Европейский союз, это уже НАТО, это страна, которая должна быть с нами. Но насколько Орбан сам встретился с Путиным, это очень плохой знак. Я думаю, что будут какие-то не санкции, законные санкции, то есть, я имею в виду, какое-то наказание для этого. Это невозможно, что президент страны Европы еще встречается с Путиным. Это просто катастрофа. И ожидаю, что будет еще вопрос в Европейском Союзе, как разбираться дальше с Орбаном. Джейсон, огромное вам спасибо за то, что вы нашли время присоединиться к нашему эфиру. Я напомню нашим зрителям, что Джейсон Смарт, американский политтехнолог и политолог, с нами был на прямой связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова